здравствуйте друзья в ряде роликов что выложены на моем канале мы с вами делаем разные несложные устройства я стараюсь в этих устройствах использовать 3d принтер поскольку он у меня есть например недавно мы с вами сделали самодельный слуховой аппарат с автоматической регулировкой усиления а корпус для него мы напечатали на 3d принтере если мы хотим напечатать какую-то деталь нам нужна ее трехмерная модель чаще всего это файл формате стереолитографии с расширением stl модель можно скачать где-то в интернете сейчас много сайтов где люди выкладывают бесплатно или продают 3d модели для печати модель можно заказать человеку который умеет работать в программе трехмерного моделирования или разработать такую модель самому существует много программ которые позволяют разрабатывать трехмерные образы это например такие известные программы как 3ds max maya blender это программы больше заточенные для создания анимации персонажей для компьютерных игр то есть как бы такое вот более художественное направление они имеют в отношении больше к изобразительному искусству чем к техническому моделированию хотя я знаю многих людей которые давно работают в этих программах и успешно применяют их также и для создания моделей для трехмерной печати и на самом деле в таких программах довольно удобно создавать какие-то художественные модели для печати например статуэтку девушки или бюст политического деятеля или какой-нибудь красивый брелок для проектирования же именно технических деталей под печать на мой взгляд лучше применять специальные системы трехмерного инженерного проектирования какой например является программа solidworks система solidworks как и несколько других основана на движке пара solid компании simmons на этом же движке построены программы autodesk inventor solid и кстати от той же самой simmons известный power shape и еще около трех десятков менее известных программ как вы уже догадались я использую solidworks и кстати вот это простейшая трехмерная анимированная заставочка которая крутится сейчас на экране тоже за пять минут сделано в программе solidworks мне зрители часто пишут что хотели бы использовать solid для рисования моделей перед печатью но он вроде как непонятный или взрывает мозг этот ролик как раз для тех зрителей которые хотели бы начать работать в солиде но не знают с какой стороны к нему подступиться зачастую человеку который не сталкивался раньше с такого рода софтом программа solidworks кажется сложной для понимания и излишне навороченной в плане создания не очень сложных деталей для 3d печати но это просто так называемый психологический барьер или порог вхождения на самом деле друзья порог вхождения в программу solidworks невысок гораздо ниже чем например в тот же бесплатный блендер это вот мое личное мнение у меня в свое время тоже была подобная проблема не мог понять какой стороны поступиться к программе и один человек на работе показал мне основные приемы я через полчаса уже понял идеологию этой программы и мог проектировать простые детали то есть психологический барьер был сломан и дальше просто дело в освоении дополнительных инструментов проектирование в солиде больше напоминает не черчение как например в автокаде а работу в настоящем цехе на настоящих станках токарном фрезерном сверлильном и так далее то есть вы берете заготовку делаете из нее то что вам нужно с помощью вырезания или вытягивания объемных деталей конечно же я не позиционирую себя как какого-то гуру в программе solidworks мой подход таков я понял идеологию программы и главные действия а новые инструменты я изучаю по мере возникновения новых задач вот например мне понадобилось сделать резьбу и я изучил инструмент с помощью которого это можно быстро сделать здесь также полная аналогия с цехом на заводе фрезеровщику например нужно сделать какой-то особый паз заготовки и он подбирает для этого соответствующую фрезу сегодня друзья я покажу вам несколько самых простых самых элементарных действий в программе solidworks для того чтобы вы поняли принцип работы в этой системе и смогли бы преодолеть психологический барьер для вхождения в программу после этого мы нарисуем очень простую применимую в практике деталь и напечатаем ее на 3d принтере а сделаем мы с вами вот такое устройство для автоматизированного натягивания струн на гитару каждый кому приходилось устанавливать струны на гитару знает какое это нудное занятие накручивать колки а такое небольшое приспособление установленное в обыкновенный шуруповерт или в электроотвертку поможет нам механизировать этот процесс сейчас я вкратце расскажу об основных элементах интерфейса программы после того как мы запустим solidworks мы видим вот такое окно в данном случае это solidworks версии 2016 пока что это пустая оболочка программы давайте создадим деталь идем в меню файл выбираем новый и попадаем вот в такое окно где нам предлагается выбрать один из трех вариантов чертеж это обычный двухмерный технический чертеж какой-то детали или сборки то с чем мы имеем дело в каких-то обыкновенных программах двухмерного черчения сборка это комбинация деталей или других сборок друг с другом сегодня сборками мы с вами заниматься не будем то с чем мы будем сегодня работать эта деталь самый первый вариант можно назвать это еще и модель как здесь и написано это трехмерное представление одного компонента давайте выберем деталь дважды щелкнем на этой иконке или можно нажать ok и теперь мы попали в рабочее окно это главное окно в котором мы с вами будем работать solidworks вы можете работать одновременно с несколькими деталями с несколькими вот такими окнами вот так можно отцепить окно и тогда видно какие элементы интерфейса принадлежат именно вашей конкретной детали а какие элементы принадлежат самой оболочки solidworks как и в большинстве windows программ вверху окна находится главное меню из этого меню в принципе можно получить доступ к любым инструментом программы solidworks они все собраны в меню инструменты здесь видите множество под меню где есть множество инструментов все основные команды solidworks дальше мы видим панель инструментов работы с файлами как и в любой windows программе вот это открыть новый создать распечатать или сохранить вот здесь дальше правее вверху есть очень удобное окно в котором можно найти любую команду solidworks просто вводя текст который входит в состав названия этой команды например я хочу найти все команды которые связаны с работой с плоскостями я щелкаю в этой строке поиска и ввожу просто слово плоскость по русский у нас русская версия программы стоит и моментально в результатах поиска мы видим все команды которые относятся к плоскостям можно сразу задействовать нужную функцию имейте ввиду что вот есть такая возможность быстрого поиска команд идем дальше вот здесь под строкой меню сразу непосредственно под ней находится большая сравнительно область это называется менеджер команд сегодня мы будем выбирать нужные нам команды как раз на вкладках менеджера команд здесь собраны основные часто используемые команды для работы с элементами и эскизами они расположены в соответствующих вкладках мы с вами сегодня будем использовать в основном две первые вкладки это эскиз и элементы дальше здесь слева имеется еще вот такая область важная можно менять ее размер вот так перетаскивая границу и на ней есть тоже несколько вкладок несколько вкладок и основная вкладка для нас это самое первое это именно дерево построение дерево нашей модели все элементы которые мы будем добавлять при проектировании нашей модели будут отображаться вот в этом дереве и все элементы которые мы будем мышки выделять в этом дереве будут выделяться в создаваемой модели это наше рабочее пространство или графическая область это то место где мы будем строить нашу модель. В верхней части графической области есть вот такой набор иконок. Щелчок на этих иконках открывает под меню у нас. И мы часто будем пользоваться вот этими инструментами. Эти инструменты отвечают за отображение нашей детали, за стиль ее отображения. Для того, чтобы начать работать в программе SolidWorks, нам необходимо запомнить несколько основных понятий. Их немного. Основное понятие, с которым мы будем работать при создании любой трехмерной детали, это эскиз. Эскиз это двухмерный чертеж на какой-либо плоскости, который мы впоследствии будем преобразовывать в трехмерный элемент с помощью команд SolidWorks. Эскиз может быть нарисован на плоскости, а также на плоских поверхностях наших уже созданных элементов. Соответственно, еще одно основное базовое понятие это плоскость. В SolidWorks есть три главных базовых плоскости, соответствующих видам спереди, сверху и справа. Мы их можем всегда найти в дереве построения любой детали, вот здесь слева. Следующее важное понятие, которое нам нужно запомнить, это исходная точка. Исходная точка, как объект, тоже отображается в дереве модели, вот она здесь слева. И когда вы выделите ее мышкой, то она появится в центре вашего рабочего пространства. Исходная точка, это нулевая точка координат нашего воображаемого виртуального трехмерного пространства. Центр виртуального мира. Четвертое понятие, без уяснения которого невозможно моделировать в SolidWorks, это взаимосвязи, а ниже привязки или ограничения. Я думаю, что интуитивно уже понятно из названия, это взаимосвязи между элементами эскиза. На самом деле, друзья, все очень просто. Набор доступных взаимосвязей определяется типом объекта. Например, у нас на чертеже есть две линии. Давайте вспомним, как две линии могут быть взаимосвязаны друг с другом. Например, две линии могут быть параллельны. Это будет взаимосвязь параллельность. Здесь выбирается взаимосвязь. Вот я включил взаимосвязь параллельность. И видите, вот эти маленькие зелененькие квадратики, вот как раз это и есть взаимосвязи. Появилась в списке взаимосвязь параллельность. Удаляются тоже просто. Давайте вот кликнем правой кнопкой мышки на взаимосвязи и выберем из выпадающего меню удалить. Также две линии могут быть перпендикулярны. Сейчас я выделю обе линии, зажав клавишу Ctrl на клавиатуре. Вот выделил обе линии. И здесь слева в списке выбираю взаимосвязь перпендикулярность. И видите, линии переворачиваются сразу так, что они становятся перпендикулярны. Вот они, эти взаимосвязи, вот эти квадратики. Линии также могут совпадать. Это будет взаимосвязь коллинеарность. Давайте попробуем выбрать для линии связь коллинеарность. Выделим две линии и щелкнем слева на взаимосвязи коллинеарность. И сразу же видим результат. Линии у нас совпали. Они лежат на одной прямой. Ну и, например, у линий может быть одинаковая длина. Да, это будет взаимосвязь равенства. Я нарисовал линии разной длины, выбираю инструмент автоматический размер и одной из линий задаю размер. Например, 50 миллиметров. Потом с нажатой клавишей Ctrl выделяю обе линии и слева в свойствах задаю им взаимосвязь равенства. В результате обе линии стали длиной 50 миллиметров. Приоритетом будет та линия, для которой уже задан размер. Вот она наша взаимосвязь равенства. Квадратик со знаком равно. Как видите, ничего незнакомого в этом нет. На самом деле возможность задавать взаимосвязи сильно ускоряет процесс создания чертежа. Представим себе, что на нашем чертеже, на эскизе, необходимо создать 6 окружностей одинакового диаметра. Мы включаем инструмент окружность из центра и рисуем 6 окружностей произвольного диаметра. Для одной из окружностей мы с помощью нанесения размеров задаем диаметр, например, 5 миллиметров, а потом выделяем все наши окружности и для всех окружностей задаем взаимосвязь равенства. Здесь в списке выделенных элементов наши окружности видны как дуги на самом деле. Задаем равенство и все наши окружности становятся диаметром 5 миллиметров. Вот видите, я сейчас меняю диаметр базовой окружности и все остальные окружности меняют свой диаметр. Представьте себе, что мы проектируем какой-то корпус, в котором есть 50 крепежных отверстий под винты и мы решили поменять во всей конструкции диаметр винтов на другой. Вместо того, чтобы производить операцию 50 раз, мы один раз меняем диаметр отверстия, от которого зависят диаметры всех 49 других отверстий. А если 300 отверстий, я думаю, что выгода здесь очевидно. При работе в Solidworks нам никак не удастся обойти понятие взаимосвязи. Это одна из идеологических основ данной программы. Когда вы рисуете мышкой эскиз, многие взаимосвязи просто создаются автоматически. Хотя автоматическое создание взаимосвязи можно отключить в настройках, но эта функция всегда включена по умолчанию и я никогда ее не отключаю. Ненужные взаимосвязи можно всегда очень быстро удалить, просто щелкнув правой кнопкой мышки и выбрав пункт удалить. Прежде чем начать рисовать модель вот этого простого приспособления для натягивания струн на гитару, давайте снимем размеры. Давайте представим, что мы смотрим на стол нашего 3D принтера сверху. Тогда плоскости нашего печатного стола в программе Solidworks будет всегда соответствовать плоскость спереди. Не сверху, а именно спереди. Это нужно запомнить. Потому что виду сверху в Solidworks соответствует плоскость XY. Это как раз плоскость нашего печатного стола. Кстати, точно та же история и при разработке трехмерных моделей для программы Deep Trace. Там плоскости печатной платы также соответствуют вид спереди в Solidworks. Давайте сделаем так, чтобы плоскость спереди была всегда видна у нас на экране, а не только тогда, когда я выделяю ее в дереве построений. Поместим указатель мыши в дереве на плоскость спереди или фронт. Нажмем на правую кнопку мышки, выберем значок глаза, что значит отобразить. Кликнем на него и теперь всегда, где бы ни была наша мышка, чтобы мы не кликали, всегда плоскость спереди будет видна на экране. Мы, конечно же, помним, что это плоскость печатного стола 3D принтера. Теперь, чтобы рисовать в этой плоскости, нам необходимо создать на ней эскиз. Про эскизы в Solidworks мы с вами уже говорили. Создать эскиз можно на любой плоскости или на любой плоской поверхности нашей детали. И создать его можно из нескольких мест. Во-первых, можно кликнуть левой кнопкой мыши на нужной плоскости и потом нажать на правую кнопку мыши и выбрать кнопочку «Создать эскиз». Другой способ, то же самое можно сделать вот здесь в дереве построений на нужной плоскости. Нажимаем на правую кнопку мыши и выбираем точно такую же кнопочку «Эскиз». Я сейчас на эту кнопочку щелкнул и сейчас у нас создался новый эскиз. Видите, вот он, эскиз 2. Можно задать ему какое-то осмысленное имя. Сейчас я его переименую. Назовем его «Базовый эскиз». Можно было оставить, как было. Но я посоветую вам сразу выработать привычку задавать всем элементам осмысленные названия, чтобы потом не запутаться. Поскольку эскиз у нас создан, мы можем на нем начать рисовать. Хочу сразу отметить, друзья, что Solid очень гибкая система. Вы можете одни и те же задачи решить с помощью разных инструментов. Оптимальным будет тот инструмент, с использованием которого вы потратите меньше времени. Это с одной стороны, а с другой стороны инструмент должен отвечать конечной задаче. И еще один момент. Прежде чем начать рисовать деталь для трехмерной печати, лучше сразу определиться, какой, какой поверхностью, какой своей частью деталь будет закреплена на столе трехмерного принтера. Определяющими здесь могут быть многие факторы. Но основной фактор – это по возможности отсутствие обширных нависающих элементов, нависающих поверхностей. 3D принтер очень не любит нависающие поверхности. И если такое положение выбрать невозможно, то при печати вам придется использовать поддержку. А на печать поддержки, как мы знаем, уходит часть пластиковой нити. Потом этот пластик просто уходит у вас в отходы. Идем в менеджер команд и там на вкладке эскиз выбираем инструмент «Прямая прорезь». Форма фигуры, которая создается с помощью этого инструмента, абсолютно точно соответствует форме проекции нашей детали. Откроется подменю и в нем несколько вариантов прорези. Выберем прорезь через центральную точку. Центральная точка фигуры будет у нас совпадать с исходной точкой нашей детали. Об исходной точке мы уже говорили. Подводим мышку к исходной точке. Вот когда она загорелась у нас, зацепилась, так сказать, нажимаем на левую кнопку мыши и тянем вправо. Инструмент работает таким образом, что осевая линия симметрично рисуется по обоим направлениям. О размерах пока не заботимся. Дальше растягиваем вот так вот нашу уже фигуру. Размеры пока для нас не важны, на них не обращаем внимания. Размеры мы проставим обязательно позже. Закончили рисовать, нажимаем клавишу Escape на клавиатуре. Тем самым мы выйдем из режима рисования прорези. Видите, что эскиз у нас пока что синего цвета. В терминах Solidworks это означает, что эскиз недоопределен. Видите, вот здесь в строке состояние видно. То, что эскиз не определен, означает, что у нас в эскизе не проставлены все или какие-то размеры или привязки. Теоретически Solidworks требует определения всех эскизов. Это важно, когда вы впоследствии из деталей будете делать сборку. Если у вас будут какие-то неопределенные элементы, то могут возникнуть проблемы. Но в плане печати на 3D принтере при изготовлении несложных деталей на определенность эскизов в ряде случаев можно просто забить. Но я бы вам посоветовал потренироваться и делать так, чтобы все эскизы у вас были определенные. Кстати, когда у нас эскиз становится полностью определен, его нельзя уже вот так перетаскивать мышкой или менять его форму с помощью мыши. Только изменением размеров. Сейчас у нас наша фигура привязана вот только к базовой точке, к центру. И мы видим эту привязочку, взаимосвязь, вот этот квадратик. Вот этот квадратик, это взаимосвязь совпадения. Она у нас была создана автоматически, когда мы начали рисовать эскиз. При необходимости эту взаимосвязь очень легко и просто можно удалить. Просто выделить и нажать delete. Следующим шагом нам необходимо проставить размеры. У нас, друзья, вот это внутренний размер, это прорезь, куда вставляется гитарная колка. Этот размер у нас равен 23,3 миллиметра. Для того, чтобы проставить размеры, мы должны с вами выбрать один из инструментов определения размеров. Инструмент нанесения размеров, также как и любой инструмент Solidworks, можно выбрать в разных местах. Можно в главном меню программы выбрать меню инструменты, потом найти под меню размеры и уже там выбрать нужную команду нанесения размеров. Здесь есть несколько вариантов инструмента, например, размер по вертикали, размер по горизонтали, другие инструменты. Чаще всего я использую автоматический размер. Иногда, когда при нанесении размеров программа не очень хорошо предугадывает наши намерения, можно использовать другие варианты инструмента. Но в большинстве случаев в режиме авто программа правильно определяет, какой размер мы хотим нанести на наш эскиз. Возможно, вам сейчас не очень понятно, о чем идет речь, но когда вы начнете сами пользоваться инструментом нанесения размеров, вы поймете, о чем я говорю. Другой, более быстрый способ выбрать инструмент автоматический размер это жесты мыши. Давайте вот здесь в свободном пространстве на графической области нажмем правую кнопку мыши и слегка подвинем мышку вверх. Появится вот такое колесо с командами, это и есть жесты мыши. Какие здесь будут команды и их количество задается в настройках программы. Можно воспользоваться настройками по умолчанию. Ну что ж, давайте выберем инструмент автоматический размер с помощью жестов мышки. Нажимаем на правую кнопку на свободном пространстве, двигаем вверх и выбираем автоматический размер. И теперь мы видим около указателя мышки вот такую иконку. Это означает, что у нас активен инструмент автоматический размер. Давайте зададим длину нашей фигуры. Кликаем мышкой на этой точке, отпускаем мышку, потом кликаем мышкой на противоположной точке. И тянем вверх. Еще раз кликаем левой кнопкой мышки, появляется вот такое окошко, где можно ввести размер. Длина у нас будет равна 23,3 миллиметра. Нажимаем Enter и размер установлен. Имейте в виду, друзья, что любым полем ввода размеров в Solidworks можно пользоваться как калькулятором, то есть вводить не просто цифры, обозначающие размер, но и целые формулы. Любые арифметические действия, действия в скобках и так далее. Любые формулы можно вводить. Давайте зададим ширину прорези. Этот размер у нас будет равен 9,6 миллиметра. Щелкаем здесь и здесь. И устанавливаем размер. Пишем 9.6. Видим, что после установки размера форма нашей прорези изменилась, и линии эскиза стали у нас черного цвета. Это значит, что эскиз у нас полностью определен. О чем нам и сообщается в строке состояния. Ну вот и славно, как говорил император в Звездных войнах. Давайте теперь преобразуем этот эскиз в трехмерное тело. Для этого поднимаем наши глаза в менеджер команд, открываем там вкладочку элементы. Из режима редактирования эскиза выходить не обязательно, это произойдет автоматически. И здесь выбираем команду или иными словами инструмент, вытянутая бабышка, основание. Нажимаем мышкой на этот инструмент, изменяется наш вид. И мы теперь можем мышкой вот за эту стрелочку вытягивать нашу деталь. Пока что это предварительный просмотр результата выполнения команды. Слева, где у нас было дерево построений, сейчас мы видим свойства инструмента. Любого инструмента, с которым в данный момент мы работаем. В данном случае это вытянутая бабышка основания. Здесь, среди прочих свойств инструмента, мы можем также задать и точное расстояние, на которое производится вытягивание нашего трехмерного элемента. Вытянуть нам нужно на 26,5 миллиметров. Смотрим на наш чертежик на бумаге. Так и напечатаем 26,5. Также здесь в свойствах инструмента вытягивания вы можете поиграть с другими параметрами. Можно задавать наклонное вытягивание, изменять направление вытягивания, делать вытягивание симметрично относительно центральной плоскости и другие варианты. Для нашей сегодняшней задачи это не нужно, но вы сами можете поэкспериментировать. Нам же нужно будет включить всего лишь одну галочку, вот здесь в самом низу галочка называется тонкостенный элемент. Я включаю эту опцию и вы видите во что преобразуется наша деталь. Она становится полой внутри и имеет стенку определенной толщины. Для того, чтобы вот так вращать нашу деталь в трехмерном пространстве, просто зажмите колесиком мыши и крутите деталь мышкой, удерживая колесико в нажатом состоянии. А чтобы двигать туда-сюда, нужно зажать еще и клавишу control. Тогда можно двигать нашу деталь в плоскости экрана, не переворачивая ее. А вращая колесико можно приближать или удалять нашу модель, то есть изменять масштаб отображения. Давайте вернемся к созданию стенки. Нам осталось просто ввести ее толщину. Толщина у нас равна два с половиной миллиметра. Печатаем два с половиной миллиметра. Видим, что стеночки наши стали толще. Кстати, вот здесь можно поменять направление создания стенок. Вот сейчас я переключил и они создаются внутрь. Но так как мы пляшем с вами от внутреннего размера, то делаем стенки наружу. Перед тем, как подтвердить операцию, давайте посмотрим все ли у нас хорошо с деталью. И как видим, я забыл отключить уклон, который я включил, просто экспериментируя с инструментами. И еще я забыл отключить вытягивание в другую сторону. Давайте все это то, что нам не нужно, отключим. И вот сейчас все хорошо. Мы получили то, что и ожидали. Все хорошо. И мы можем подтвердить операцию, нажав на ОК. Это такая вот здесь вверху зеленая галочка, которая также вот здесь справа дублируется в графической области. Мы создали наш первый трехмерный элемент. И слева там, где были свойства инструмента, мы снова видим дерево построения. В самом низу этого дерева вы видите, что появился новый элемент. Сейчас нам необходимо сделать пробку вот здесь внизу. А в этой пробке будет шестигранный вырез под биту. Давайте теперь выберем вот эту поверхность. Она у нас плоская. И мы можем на ней создать новый эскиз. Еще один эскиз. Эскиз для создания пробочки. На этой поверхности нажимаем на правую кнопочку мыши и выбираем иконку эскиз. У нас создается новый эскиз. Вот он здесь слева в дереве появился. Давайте его переименуем. Напишем пробка. Чтобы нам на новом эскизе не рисовать то, что уже раньше нарисовано, давайте скопируем, спроецируем вот эти вот кромки на новый эскиз. В солиде есть для этого специальная команда. Щелкнем мышкой вот на этой кромочке. Она подсветится, выделится. Жмем на правую кнопку мышки и выбираем операцию преобразование объектов. И тут же имеем копию этой линии на нашем эскизе. Повторяем это же действие с остальными элементами. Кликаем на правой кнопке здесь преобразование объектов. Линия скопировалась на эскиз. Дальше здесь тоже то же самое делаем преобразование объектов и здесь преобразование объектов. Все, новый эскиз у нас готов к вытягиванию. Идем в элементы. Опять вытянутая бабушка основания. В предпросмотре мы видим, что по умолчанию Solidworks предлагает нам вытянуть не в том направлении, которое нам нужно. Мы можем поменять направление вытягивания, просто кликнув вот здесь слева в свойствах на соответствующей кнопочке. Кликнули и будем вытягивать теперь в ту сторону, которая нам нужна. То есть внутрь нашей детали. Давайте определимся с вами, на какую глубину мы будем вытягивать. Когда мы снимали размеры с образца, мы замерили расстояние от края, вот от края детали, до пробочки. А также нам известна общая длина детали. И пусть Solidworks сам для нас высчитает расстояние вытягивания. Давайте введем общую длину детали. Она у нас равна 26,5 минус глубину выреза, то есть расстояние от края до пробочки. Это расстояние равно 14,5 миллиметров. Так и забиваем 26,5 минус 14,5. После нажатия на клавишу Enter, Solidworks высчитает значение. Вот он подставил 12 миллиметров, на которой и будем вытягивать пробку. Все хорошо, нажимаем на волшебную зеленую галочку ОК. Наблюдаем, что Solid создал нашу пробочку. Вот давайте покрутим нашу деталь. Видим, что у нас там есть пробочка. Как вы могли заметить, у нас появились невидимые снаружи детали. Давайте поменяем стиль отображения. Эта панель инструментов служит как раз для этого. Нажимаем на эту иконку и выбираем один из стилей. Это сглаженный режим, когда не отображаются линии кромок. Давайте выберем режим отображения невидимых линий. И теперь пунктирными линиями показано то, что у нас скрыто внутри детали. Давайте вернемся в показ закрашенной детали с кромками. Все, что нам осталось, это создать вот на этой поверхности, на поверхности нашей пробочки еще один эскиз. И в этом эскизе нарисовать шестигранник. Это место, куда будет впрессовываться бита. Я сейчас нажал на правую кнопку и выбрал иконку перпендикулярно, чтобы установить выделенную плоскость перпендикулярно нашему лучу зрения. Еще раз щелкнем правой кнопкой на поверхности пробочки и выберем создать новый эскиз. Вот иконочку эскиз. В самом низу дерева построения у нас появился новый эскиз. Поднимаем наш взгляд в менеджер команд. На вкладке инструментов эскиза выбираем многоугольник. По умолчанию он и есть шестигранник. Подводим мышку к центру так, чтобы подсветилась исходная точка. Нажимаем на левую кнопку мышки и растягиваем наш шестигранник. Как-то рисуем, не заботясь о его размерах пока что. Я хочу, чтобы одна из сторон нашего гексагона была параллельна вот этой верхней кромки. Давайте создадим взаимосвязь параллельность. Про взаимосвязи мы с вами говорили в начале сегодняшнего урока. Левой мышкой кликнем на одной из сторон гексагона. Затем на клавиатуре нажмем клавишу control и удерживая ее кликнем на верхней кромке, чтобы у нас были выделенными одновременно два этих элемента. Здесь слева появилось окно свойств взаимосвязей и в списочке выбранных объектов видим два наших объекта кромка и линия. Задаем для них взаимосвязь параллельность просто выбирая ее вот здесь ниже. Щелкаем на этой иконке параллельности и видим как изменился наш чертеж. Гексагон, он же шестигранник, расположился так как нам нужно. Все что нам осталось сделать это задать размеры шестигранника. Выбираем автоматический размер, мы это делать уже умеем и задаем размер от верхней стороны до нижней. Он у нас равен 6,3 миллиметра. На самом деле после печати размер будет несколько меньше, но нам это и нужно. Мы будем насаживать нашу деталь на горячую биту. Идем на вкладку инструментов элементы и выбираем там вытянутый вырез. Кликаем по этому инструменту. Инструмент аналогичен вытянутой бобышке с той лишь разницей, что он противоположен по действию. Бобышка вытягивает новое тело, а вырез, ну понятно, что вырез вырезает. Вырезать будем на глубину 10 миллиметров. Этого будет достаточно. Ввожу 10 миллиметров и посмотрел я на свой вырез и увидел я, что мой вырез хорош и нажал я на волшебную зеленую галочку. И появился наш вырез шестигранной формы. Все, друзья, наша деталь готова. Давайте теперь сохраним ее в формате STL и можем приступать к печати. Сохранение производится как обычно из меню файл. Там выбираете сохранить как и выбираете формат STL. Ну что ж, будем печатать. Сейчас я нанесу на столик 3D принтера свой волшебный состав, чтобы избежать деламинации деталей. Про этот состав смотрите в предыдущем моем ролике. Ссылочка, как всегда, в описании. Немного засохла кисть с прошлого раза, но это не проблема. Запустил программу Repeater Host, предложил он здесь обновиться. Ну хорошо, я это сделаю в следующий раз. Давайте загрузим нашу деталь в Repeater, произведем слайсинг и запустим печать. Печататься эта штука будет полчаса. Кликаю по кнопке печать. Принтер устанавливает экструдер в исходную позицию и начинает прогрев стола. Вот такую шестигранную биту я буду использовать, чтобы насадить на нее деталь. Эту часть мы отрежем при помощи шлифмашинки. Установим на нее отрезной диск и отрежем. А тем временем принтер печатает нашу спроектированную деталь. Я включил печать и на какое-то время ушел по своим делам, пока прогревается стол. И принтер начал печатать без меня. И вот видите, он почему-то не пропечатал юбочку деталей, которая служит для усиления адгезии детали со столом. Я так и не понял, почему так произошло. Возможно, где-то в катушке застрял пластик, а потом как бы его все-таки принтер вытянул. Но в итоге все напечаталось нормально. Вот этот мой лак, который я использую для намазывания стола перед печатью, он просто мертво держит деталь до тех пор, пока стол у нас горячий. Наверное, не надо даже задавать в настройках и печать юбочки. А после того, как стол остывает до некоторой пороговой температуры, деталь отваливается сама. Интересно, сколько пыли собралось вот здесь на поролоновом фильтре, через который я пропустил пластиковую нить. Если бы не этот кусочек поролона, то вся пыль попала бы в экструдер. Пока у нас идет печать, давайте обрежем ненужную часть биты. Я буду использовать вот такую мощную 400-ваттную шлифмашинку. Не так давно я заказал ее на Алиэкспресс. И ее обзор вы можете найти у меня на канале. Ссылочка, как всегда, в описании. Ссылочка на видео и на саму эту машинку. А резать я буду вот таким самодельным отрезным диском для дремеля, который я сделал из обыкновенного диска для болгарки. Как быстро сделать такие диски, вы тоже можете посмотреть в одном из видео на моем канале. Ссылочку также найдете в описании. Ссылочка на моем канале. Используйте на моем канале. Ну что ж, друзья, на этом я сегодняшний урок по Solidworks для начинающих заканчиваю. Надеюсь, что это видео поможет вам преодолеть психологический барьер и начать работать в такой замечательной программе, как Solid. Когда я задумывал это видео, мне почему-то казалось, что оно будет очень коротким, а видите, получилось почти 40 минут. С одной стороны, я хотел как можно подробнее рассказать о самых базовых понятиях Solidworks, а с другой стороны, попытался сделать это как можно быстрее. Что из этого получилось, судить вам. Если вам ролик понравился и помог, ставьте лайки. Также, друзья, напомню, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить момента, когда будут выходить новые ролики. А я на этом временно с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, удачи, всего самого наилучшего. Спасибо вам за просмотр. До свидания.